хоба привет с вами доктор влад у нас плюс 6 градусов ну ребята да российские сайты какие-то странные стали у меня я вот уже третий раз начинаю ну правда так по минуте и у меня компьютер схлопывается потому что не загружаются некоторые сайты по причине того что я исполню использую блокировку рекламы надо же никогда такого не было и вот опять ладно новости какие ребят сначала вопрос к радиолюбителям у меня есть микросхемка lm 386 я пытаюсь сделать из неё микрофонный усилитель она усиливает но не микрофон не тянет она микрофон что нужно сделать может предусилитель маленький подскажите кто в курсе ладно так второе косачёв назвал причину разногласий между россией и украиной ну кто кто виноват трамп путин нет нет ребята партия войны в киеве какая-то вот нужно ее перестать поддерживать и война сразу закончится какой гад а не люблю я косачеву national interest назвал странным калибр российских патронов они больше никуда не лезут а я вам объясню почему я рассказал анекдот на тему что в воронеже открыли фабрику труб разного диаметра и уже со стапили сошла первая труба разного диаметра и вот такие трубы выпускают патроны в русских то они еще кое-как стреляют а для других они не не годятся абсолютно странным но такой вот калибр вот немножко он так вот ходит от начала к концу опа россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах да ради бога приезжайте россиянки приезжайте наташи турки соскучились турки голодные хоть как угодно хоть рублями хоть чем боже что моя но для чего туда баба ездит ребят вы все это знаете в россии мужиков не осталось а те кто остались пьют горькую а в турции еще что то есть а способная достроить северный поток 2 российское судно изменил курс но без смеха нельзя читать да из находки на дальнем востоке отправился в сингапур в бананово-лимонном сингапуре куда должен был прибыть 22 февраля однако не дойдя до точки назначения как кстати хороший сериал такой да пункт назначения вот там наверно тоже такой какой-то ужастик 24 февраля судно сменило курс и двинулась в коломбо по прогнозу она может достичь конечной точке 18 марта ой ой да тут у меня еще где-то просудно будет а вот тоже еще хлеще россиянин вышел в магазин за детской смесью и пропал да об этом сообщает портал ссылкой на его супругу юлия юлию в 12 часов ночи 21 февраля кушать захотел на ребенок мужчина ушел супермаркет расположена тополина аллея по камерам видеонаблюдения удалось выяснить что следом за ним зашел мужчина и купил скотч перчатки и три энергетика скотч в смысле скотч чтобы морду залепить или скотч это выпивка не знаю не указывает и стал и стал ждать семён семён семёнович когда муж вышел они о чем-то поговорили недолго потом сема положил пакеты с продуктами свою машину а затем сел в неизвестный темный недорожник ну как это ребята ну как это так может быть а фу тревогу забили через два часа юрий позвонил у мужа но его телефон был выключен разыскные мероприятия нифига себе так вот так российские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи и попали на видео ребята прям по грязи тащили а чё говорит он грязный весь какой пьяный а будем на чистые носилки ну ребята это надо скоро узнать для чего нужны носилки вообще в машине вы не знали никогда больных возить до черта с два заниматься любовью с врачихой вот и все неужели она своей чистой попой на грязные носилки ляжи да ни в коем случае так похитивший девушку россиянин попытался ее задушить и назвал это приколом странно да в армии просят бить значит он ее задушил по приколу по не не сказано что она его сама просила душить нет воинской части в россии обнаружили мумию и был это командир части он управлял частью нет нет какой-то солдат контракнет обходил территорию и обнаружил в конвенционном люке мумифицированное тело мужчины на вид погибшим было двадцать пять тридцать лет смерть наступила около года представляете какая ванища была на воинской части вот в этой а ну как же запах как этот горел шариков запах надо понимать ранее в калининграде россиянин получивший наследство квартиру обнаружил на балконе жилого помещения мумифицированное тело пенсионера который предположительно прилежала там более десяти лет это не так говорят мумифицирован ребят мумификации это знаете где это ну где-то скажем в песках вот мумификации высокая температура она высыхает а там она просто протухла по версии полицейских труп скончавшегося мужчины бывшего хозяина на квартире на балкон 2010 году перенесла его супруга наверно не на что было хоронить я вообще я вообще не знаю я не понимаю этого ей богу в лондоне начинается слушание по делу об экстрадиции ассанжа в сша это будет очень интересно основатель викиликс джулиан ассанж если его депортируют в америку ох ребята наслушаемся названо оптимальное количество молока в день ну вообще уже рихнулись то говорят его вообще пить нельзя потому что среди животного мира пьют только там поросята я не знаю котята да взрослые не пьют и вот начали выяснять дальше начали уже что якобы молоко это вообще самое полезное второе после гречневой каши да но вот какой-то диетолог потребление небольших количествах возможно мы предложили мы предложили возможный диапазон для здоровья от нуля до двух порций в день так где здоровье что хорошо ноль порции или две порции в день по нормально да обалдеть совете федерации объяснили изменение размера пенсии но они так знаете как объяснили что есть закон и если мы захотим то по закону мы вам эту пенсию хоть до нуля сведем вот и все есть закон все так следователи по делу мх-17 нашли очевидца запуска булка вот так ха ха но суде будет очень интересно также они подчеркнули что российская страна вообще не помогал расследовать дело в течение последних пяти лет он добавил что москва должна была предоставить всю необходимую информацию и доказательства они должны были сказать нам на второй день после того как все это произошло они должны были сказать нам мы сделали ошибку или мы сделали то чего не должно было случиться аха от путина дождетесь московская студентка выпала из окна на общежития и умерла вот так ребята причем студентка совсем не 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 того университета это случилось в общежитии аграрного университета имени тимирязева а сама она училась на у институте физкультуры на третьем курсе факультета туризма но ты забрала забрала туда на на компас сломался выпало все насмерть до а в середине февраля из окна второго этажа жилого дома выпала 17-летний москвичка который таким образом пыталась бежать ночью к друзьям она получила множественные переломы слушайте в россии дорог нет давно но выясняется что дверей тоже нет люди ходят через окна президент польши назвал россию агрессором на украине да вот так он отметил что москва также ведет себя по отношению к другим государствам и в чем он не про так и чё у меня тут твиты твиты владимир путин продолжил продлил режим засекреченности данных о великой отечественной войне до 2040 года ряд экспертов полагает что это связано с ролью нквд уничтожение советских граждан во время войны архивы нквд засекречены указом путина до 2050 года вот это да ну я просто хочу сказать так мне что-то в голову мысль пришла вот сейчас навального назначен президентом да и он сразу все рассекретит и вы представляете что начнется а я у ю судно за полярье было вынуждено остановиться в испании из-за того что закончились деньги водка и еда нет не водка вода вода и еда в испании помогли команде в рф сказали что решат проблему но проблему не решили теперь судно продадут за долги в той же такой же точно ситуации судно северная земля российские суда пойдут с молотка в испании сразу два ничего пельмень в ростове на дону обрушился балкон аварийного дома с людьми двое пострадали ребят это тоже а то смотрите 2011 году в 2011 году дом был признан аварийным до 2019 года все жильцы были расселены однако один из жильцов но собственник помещения отказался от выкупной цены и сдал вот это вот помещение которое аварийно уже 10 лет сдал ее в аренду организации сотрудники которые отмечали там 23 февраля несколько человек вышли на аварийный балкон не соблюдая норм безопасности летать с чего наброшился а в россии нужно выходить на балкон соблюдая норму безопасности да у одного из пострадавших травмы голеностопа у другого закрытая черепно-мозговая ну то есть один летел так а другой летел так ну головой ужасно это ужасно в петербурге мужчина прострелил жене голову поскольку она об этом просила жена попросила мужа подстрелив ко мне голову уже вечер 6 часов есть здесь давай это где это в петербурге ребята женщина госпитализирована в тяжелом состоянии умысла на убийство у него не было я люблю жену она попросила ее расстрелять в тольятти игра между хоккейными командами лада и волгарь на этапе кубка федерации среди юношей до 11 лет завершилась массовой дракой на льду до 11 лет ребят в тольятти до 11 лет боже мой в росстандарте рассказали как выбрать качественную икру к масленичным блинам вот они этой икрой с утра долбят долбят с утра кита нерка чавыча я не думаю что у меня хотя бы не знаю 10 процентов из моих слушателей вообще покупает икру хоть когда-нибудь так в сша больше 60 процентов опрошенного населения считают что дональд трамп осенью будет переизбран на пост президента очень может быть это очень может быть в связи с трампом я уже кому-то говорил я в америке сильно разочаровался сильно знаком в мытищах многодетная мать вернула в пруд спасая свою собаку которая погналась за уткой и провалилась под лед за детьми в это время присматривали прохожие да она вытащила собачку тоже ролик есть и последние ребята вот можно было одно только это прочитать и все и до свидания с вами доктор глад музыкант сергей шнуров который недавно вступил в партию роста намерен начать свою политическую деятельность с вопроса устранения цензуры в культуре вы представляете что это означает да это волк обсуждает как встреч овец то есть материться теперь будут все и всегда вот так и он добрался до власти с этого начал у меня все на сегодня до свидания до завтра ребята всего хорошего с вами доктор влад пока